Мы не лоббируем, это не продвижение наших каких-то интересов, это инструмент решения проблемы горячего водоснабжения в городе Балаково, так как 50% горячего водоснабжения в городе Балаково осуществляется по тупиковой схеме. И нами была проанализирована вся система и предложен инструмент, то есть один из инструментов позволяет за счет установки блочных ЭТП в квартирных домах решить данную проблему, учитывая то, что внутридомовой системой также предусматривается циркуляционный контур горячего водоснабжения, потому что иначе совсем проблему не закрыть. Либо второй вариант это строительство четвертой трубы, но это опять две деньги. Это бюджет БМР. Отдельно строки, я так думаю, что там не найдется. Для того, чтобы заработал энергосервисный контракт, естественно, нужно показать любому инвестору сроки окупаемости и за счет чего окупаемость это возникает. Окупаемость может возникнуть только в случае, если происходит сокращение каких-либо операционных расходов на производство горячего водоснабжения. Все. Это случается только при сокращении трубопровода горячего водоснабжения под СТП, потому что не надо будет обслуживать. Это операционные расходы на содержание оборудования самого СТП плюс операционные расходы на фонд оплат труда. Вот статьи, которые это позволяют сделать. Но это энергосервисный контракт, это не наше имущество. Мы не экономим, мы находим пути решения проблем, при этом используя те инструменты законные, которые позволяют это сделать. Да, законодательство требует обязательно согласия жителей, не менее двух третей, для того, чтобы установить данное оборудование, так как оно становится имуществом многоквартирного дома, в подвальном помещении. Ну, либо пристроено, если не позволяет помещение для его установки. Согласие жителей мы пока не нашли, мы проехали, вы знаете, там, начиная с марта месяца, и поселок Дзержинский, где в прошлом году много было вопросов, где наша вода, вот ваша вода. Нет, не хотим, нас теперь все устраивает. Ну, ребят, других вариантов-то не существует, да, из ничего что-то не получается. Все равно нужны какие-то действия. За установку этих ИТП ни копейки жители не платят, они дальше несут расходы, да, на его содержание. Причем там ценник, он сперва был на уровне, там, рубль 20, что ли, рубль 70, сейчас там уже управляющие компании готовы оказывать данные услуги, и его снизили там до рубля, насколько я знаю. Поэтому, ну, это не те затраты. Плюс получают погодозависующее регулирование А, в целом там великих выгод не получается. Получается где-то, мы считали, даже по-максимальному здесь все затраты собрать, минимальный эффект от этого там порядка 300 рублей в месяц по платежке. Всех его, может быть, новое всегда пугает. А пускай вот на соседей опробируют, а потом я посмотрю со стороны, да, как он будет работать. Причем возили же, экскурсии были, и на Красную Звезду возили, показывали новые дома, которые работают с ИТП, работают. И 21 микрорайон, в котором ИТП тоже работает. И платежки там показывали, ну, то есть, вот максимально доступно сделали все это. И раздаточный материал, и с расходами, и с доходами. Все-все-все прозрачно, чтобы не было, что там кто-то что-то себе на ум придумал. Ну, нет, нет, ну, ребят, вы хотите, как, на копейки ездите. А сколько?